Здравствуйте, дорогие друзья! Вот вы знаете, мы ленивы и нелюбопытны, как писал еще Пушкин. Это касается не только нашей собственной истории, но и истории чужой тем более. И очень часто мы действуем по принципу, который Дерсу Зала, великий, характеризовал так. Глаза есть, а посмотри, нет. Мы смотрим на события, но мы не понимаем их значения. Например, мы очень любим говорить и повторять друг за другом и за либералами, что демократия — это всегда права человека, а тоталитаризм, централизация власти — это всегда нарушение права человека. И если думать, где люди живут в большей безопасности, то люди всегда в большей безопасности при демократии, а при тоталитаризме не всегда в меньшей безопасности. Несмотря на то, что опыт Советского Союза эту теорию растаптывает полностью, на конкретных примерах, даже времен Большого террора, даже времен коллективизации, когда количество жертв в коллективизации вполне сопоставимо с количеством умерших от голода во время Великой депрессии в США. Но я понимаю, что приводить пример из российской истории не политкошерно, потому что у каждого из нас своя собственная российская история, и у большинства они совершенно не пересекаются друг с другом. И был ли Василий Иванович Чапаев, или не был он на самом деле, на это вполне серьезно может вестись дискуссия. С аргументами, с фактами, даже по опыту американского госдепартамента, вытащенными из социальных сетей доказательствами и так далее. Я хочу привести другой пример. Отношение к индейцам, отношение к колонизированным туземцам у католиков и протестантов было абсолютно разное. Для католиков была специальная папская була, специальное решение папы римского. Не думайте, что у них в демократии, у них самый лютый тоталитаризм, потому что никакой Сталин никогда не говорил о своей непогрешимости. Он наоборот говорил, что мы совершили ошибку и мы их исправляем. А Гитлер, да, ему служили беспрекословно, ему служили без тени сомнений, он был источником истины, но тем не менее он тоже иногда признавал свои ошибки и их исправлял. В отношении папы римского есть абсолютный догмат, религиозный догмат, чего не было ни у кого из тоталитарных режимов, о непогрешимости папы римского. Это религиозный догмат. Если вы католик, вы не можете заподозрить, что папа римский, хотя он избранное лицо, он человек из плоти и крови, вы не можете заподозрить, что он совершил ошибку. Вы обязаны подчиняться ему беспрекословно, чтобы он не сказал. Это более жестко, чем в радикальном исламе, на самом деле. Это более жестко, чем в фундаментальном исламе. Так что католическая церковь, это тоталитарная система, как бы хорошо мы к ней не относились. Давайте называть вещи своими именами. И вот тоталитарные католики относились к туземцам удивительно гуманно. Они получили булу у папы римского, считали, что это человек, ходящий во тьме, оскорбительное наименование, оскорбительное, безусловно, но оно содержит в себе источник гуманизма, потому что это все-таки человеку, с которым нужно как-то хорошо относиться. Это не животное, это не тварь, бессловесная и бездуховная. У него есть душа, и если его обратить к Господу, то он станет таким же человеком перед лицом Божиим, как и вы, уважаемый господин католик, миссионер, офицер полиции, бизнесмен, беспощадный имплантатор и все остальные. В результате не просто католики сохраняли туземцев, не просто они их не убивали без крайней необходимости, они еще и в массовом порядке брали туземных женщин с жены, и даже появились целые народы, например, креолы, которые являются результатом вот таких вот массовых совместных, совместной жизни, а иногда и вполне официально зарегистрированных браков. Это звериное лицо тоталитаризма. У протестантов было совсем наоборот. У протестантов была демократия, и в общинах колонистов пастора избирали точно так же, как избирали шерифа, бургомистра и всех-всех остальных. И у протестантов было абсолютно иное, совершенно лютое отношение к туземцам. Туземцев рассматривали как животных, опасных животных, которых нужно истреблять, всеми силами. В Соединенных Штатах Америки их территорию колонизировали протестанты в основном. Именно поэтому индейцев там почти не осталось. В чем причина такой разницы? Никаких религиозных причин нет. Причина сугубо бытовая. Что-то, какова главная задача Папы Римского? Увеличить число поствы. Увеличить число католиков любым способом. Потому что каждый католик, который беспрекословно подчиняется ему, это кирпичик в основе пирамиды его власти. Это финансовый ресурс, который будет давать ему деньги. Это основа величия и могущества католической церкви, как института божеского и человеческого. Поэтому для Папы Римского любой туземец – это потенциальный ресурс. Его нужно оцивилизовать, его нужно обуздать и поставить в строй. То, что при этом будут погибать другие католики, будут съедаться миссионеры, будут сжигаться колонии – это издержки производства. Это огромная масса людей, и они должны быть католиками, потому что католическая церковь должна осуществлять экспансию, иначе она не церковь. И поэтому отсюда возникает относительно гуманное, а по тем временам и просто гуманное, без всяких относительно, отношение католиков к туземцам. При всех зверствах колониализма у протестантов ситуация иная. Командира нету, никакого тоталитаризма, демократия. Мы в колонии, окруженной деревянным тыном, и за этим тыном враждебное пространство. И мы боремся с индейцами за каждый кусок земли, за каждое пастбище, за каждый огород, за возможность пройти без источника и не быть съеденным по дороге. Для нас индейцы враги. Которые нас могут уничтожить и смести. А это значит, что мы должны их убить, или иначе они убьют нас. У католиков была похожая ситуация. Но за католиками стоял непогрешимый Папа Римский, который сказал, нет, ребята, будет по-другому. Поэтому католики убивали индейцев сотнями тысяч, и даже миллионами в Латинской Америке во время освоения ее, во время ее завоевания, во время конкисты. Но как только была выпущена эта була, ситуация несколько изменилась. У протестантов булы не было. У них была и демократия, у них был вопрос выживания. У них был вопрос или-или. Поэтому у них было бескомпромиссное уничтожение всех и всяческих тузинцев. Вот вам отличие тоталитаризма от демократии. Вот вам тоталитарный гуманизм и абсолютно демократический геноцид. В национальных демократиях начала 20 века, да и сейчас, мы тоже в ряде случаев видим такой геноцид, когда нация собирается, сходит коллективно с ума и говорит, давайте мы всех остальных вырежем. Волынская резня. Это был акт демократии. Это местные украинцы, местные галичане, местные бандеровцы, которых поляки растаптывали поколениями, действительно растаптывали, встали и вполне демократичных вырезали. Это была воля народа, при том, что это было неописуемое зверство. Так что, дорогие коллеги, демократия это хорошо, тоталитаризм это плохо, как правило. Но есть очень и очень серьезные нюансы. Если вы не будете учитывать эти нюансы в повседневной жизни, повседневной стратегии, то вы регулярно будете путать галстук с петлей на висенице. На своей собственной шейке. Счастливо.